После непродолжительного перемирия в Сирии, которое стало возможным благодаря договоренности Москвы и Вашингтона, ситуация в стране вновь обострилась. Около 20 гражданских лиц погибли в результате обстрела международной гуманитарной колонны, которая направлялась в Алеппо. Более 30 грузовиков везли продукты и медикаменты для 78 тысяч жителей восточных районов города. Колонна попала под обстрел в районе деревни Урумаль-Кубра. В Белом доме тут же заявили, что этот удар вечером в понедельник нанесла либо российская, либо сирийская авиация. И Москва, и Дамаск отрицают какую-либо причастность к этому инциденту. Москва и Вашингтон взаимно обвиняют друг друга в подрыве хрупкого перемирия. Мы должны понять, может ли прекращение огня быть долгосрочным. Разумеется, желательно, чтобы так оно и было. Это пока единственная возможность хоть как-то снизить уровень насилия и противостоять гуманитарному кризису, заявил представитель Белого дома Бен Роудс. При этом мы весьма озабочены тем, что попытки доверительных отношений с российской стороной провалились. Минобороны России обнародовала съемку с беспилотного дрона, где видно, как вместе с колонной боевики террористической группировки Джабхат Ан-Нусра перебрасывают пикап с минометом большого калибра. Изучив съемку, российские военные заявили, что не обнаружили признаков попадания в гуманитарную колонну снарядов с воздуха. Но по времени доставка груза совпала с началом наступления боевиков на Алеппо. Ранее Россия и США условились о прекращении огня на 7 дней с 12 сентября, о поставках гуманитарной помощи и стратегическом военном сотрудничестве в борьбе с ИГИЛ. Теперь дипломатические ведомства обеих стран снова продолжают поиск совместного решения.